Можно ли самостоятельно прийти к высоким достижениям в бизнесе? Наверное, можно. Владимир Михайлович, что скажете на этот счет? Можно самому расти? Не обращаясь, не проходя какие-то программы и так далее. Да. Никаких проблем с этим нет. И никогда не было. Вопрос. Понимаете, это называется так. Можно ли достичь высоких результатов самостоятельно? Ну да. В большинстве случаев да. Но это большинство случаев будет ограничено определенными... Понимаете? Очень хороший вопрос задали. Иногда поводырь, наставник, помощник, консильерий, он рождается из внешне нанятого человека в виде каких-то консультантов, членов совета директоров. Вот это все. А часть этих же достижений достигается с помощью каких-то отношений с другими бизнесменами, с другими людьми, в которых вы можете отразиться. На самом деле... Хорошо вопрос задали. На самом деле, вот величие Фройда заключается в том, что он из человека со средними данными, со средними терапевти... Не терапевтическими данными, а способностей к терапии создал настолько продуманный, ну, долгий, правда, процесс, но настолько продуманный и настолько структурный, что даже самые тугие на голову и ухо все равно в ней как-то осваивались. Но они шли и работали по алгоритму. То есть вы должны были там отходить в ассистентах 5-7 лет, прежде чем вам, значит, разрешат... Да-да-да. Еще и в личной терапии, кроме всего. Прежде чем вам разрешат, значит, проводить сессии терапевтические. Вот. И смысл этого заключается в том... Вот я вам сейчас приведу пример. Помните, был такой сериал «Доктор Хаус»? Конечно. Вот. И там, значит, вот этого героя Хью Лори, его, значит, он там в очередной раз поругался, побил все горшки, значит, с Лизой Кадди, директрисой этого госпиталя. И она у нее забрала всех интернов и сказала, что ты там, типа, слышишь ты, полководец занюханный, ты что-то стоишь только, когда у тебя вот эта вот группа спитназа, а сам ты вообще ни ква, ни кукареку. Он говорит, я ни ква, ни кукареку? Да я еще какой ква-кукареку? Она говорит, ну, посмотрим. И взяла, забрала у нее всех интернов. И он такой сидит, там же у нее маленький кабинетик, и вот это вот помещение, где они там чай-кофе пьют, у них там флипчарт стоит и стол, за которым они обсуждают диагноз. И он такой сидит, мучается, ну, в общем, катастрофа. Он видит уборщика, и он говорит уборщику, говорит, так, заходи, сколько ты там получаешь? Столько, говорит, я тебе буду из своих денег платить столько-то только за то, что ты будешь меня слушать. Ты, ну, ты же, он же не врач, он вообще ничего не понимает. Ну, ты будешь меня слушать, и все, этого будет достаточно, чтобы ты, значит, получал свои деньги. Ну, и тот так сидит, там, в попад, не в попад, поддакивает что-то этот, и он, значит, ставит диагноз, и он находит решение. Но ему нужно было зеркало. Так вот, смысл того, как люди растут. Люди без зеркала не растут. Вот о чем идет речь. Вот какой глубинный вопрос снова затронули. И тогда возникает второй вопрос. А что будет являться зеркалом? То есть, бывают зеркала, бывают зеркала, которые, как бы, невынужденные, вот так можно сказать. Это вот, когда вы ходите навстречу, это мусульманское правило, то есть, это правило с востока, оно гласит так, не садись обедать один. Все, точка. И вот, когда вы не садитесь обедать один, это, по-христиански, мы бы сказали, бей себя в людей. То есть, встречайся, контактируй, там, оно, там, перемелется, мука будет. Вот это, это, вот это. Это первая часть. Вторая часть. То есть, когда вы ходите на переговоры, разговариваете с другими бизнесменами, и они вас отзеркаливают, понятно? И вы в этой многоголосице зеркальных отражений в разных людях находите себя, и потом находите какие-то решения, находите какие-то там подходы, проходы, ну, то есть, живете дальше. А развиваете бизнес. Вторая часть, это когда вы, это зеркало, то есть, еще раз говорю, без зеркала человек не растет. Ваш внутренний диалог, вы же там внутри себя обсуждаете, хорошо ли я причесана, правильно ли я сказала слово жопа, ну, в смысле, вечность. Там, правильно ли я поставила ударение, не знаю, в слове портфель или порфель, значит, вот как правильно произносить, доцент или доцент. Вот этот внутренний диалог, это и есть микровнутреннее отражение. Это когда вы, вот внутренний критик, это тоже он же, это отражение внутреннего зеркала. Но внешнее зеркало в тысячу раз лучше, вот о чем идет речь, просто сразу на порядке. И вот первое зеркало, это когда вам вообще никто не нужен, ни наставник, ни шмасставник, вы просто много занимаетесь бизнесом, много контактируете с людьми. И вот этот, назовем его пескоструйный аппарат, ну, или там какой-то грохот. Грохот это не в смысле грохот звука, грохот это такая машина, которая перемалывает все. Она перемалывает большое количество идей в какие-то фракции. И вы понимаете, а, так вот, типа можем. И второе, вторая часть, второе зеркало, это вот эти вот фройдовские ребята. Или фройдовские, или гештальты, ну, в смысле, или психоаналитические, или гештальтовские, или, не знаю, когнитивно-поведенческие, кптшные, там, или, там, я не знаю, ну, какие вам еще нравятся, вам могут быть, не знаю, вплоть до психотерапии или психиатрии. Не играет роль. Почему? Потому что там хорошо формализованы протоколы. И вас ведут четко по протоколу, там, реакции регистрируются, ваши реакции имеются в виду, на них дается обратная связь, и вот это вот все, и вы идете, и правильно, может быть, такое зеркало. Ну, только, то есть, условно-ставни, в виде терапевта, там, или какого-нибудь, там, коуча-шмоуча, или еще кого-то. И есть третье зеркало. Третье зеркало, это зеркало, ну, назовем это, доброжелательного равнодушия. Это то, что называется любовь. Это когда вы приходите, и к вам, в общем, равнодушны, то есть, вы бы не пришли, за вами никто бы и не бегал бы. Но вы приходите, и с вами имеют дело, потому что вы хороший человек, и как бы все хорошо, и вы здесь дома, все нормально. И тогда ваше отражение, ну, то есть, вас отражают в том, куда нужно двигаться лично вам. В чем сложность второго зеркала? То есть, первое зеркало, вы принимаете решение на свой страх и риск, все нормально, вы отшелушили свои представления других людей и как-то выкристаллизовали. Хорошо. Второе зеркало, оно сложено тем, что когда вас ведут по протоколу, то есть, никакой кастомизации, никакой индивидуализации под вас нет, ну, или нет, или ее очень мало. И поэтому, грубо говоря, если правило гласит, что всем нужно идти на север, а вам лично нужно идти на юг, то вас поведут на север. Только потому, что это протокол, и его надо соблюдать. Это, помните, есть такая фраза, ее приписывают, по-моему, ее приписывают этому Эйнштейну о том, что если судить рыбу по ее способности лазить по деревьям, то она так всю жизнь и проживет неумехой, предполагая, что, значит, она там не нашла свое призвание, там, у нее низкая самооценка, она не верит в себя, и вот это все. Но если вы ее бросите в воду, она, сама того не подозревая, покажет все, на что она способна, и будет лучшей чемпионкой олимпийских игр именно в своем пруду, там, или речке, или океане. Вот, а третье зеркало, еще раз, без зеркала совсем туго, прям тужно-тужно-натужно, и вообще никак. То есть внутренний диалог ни к чему хорошему обычно в долгую, в короткую приводит, в долгую нет. То есть, вот, я сейчас приведу пример, что такое экстериоризация внутреннего диалога. Помните эту методику четырех шляп Уолта Диснея? Не помните. Это такой, одна из способов креативных технологий, ну, как бы не сама креативная технология, а способ пошатать идею под разными ракурсами. Называлось «Четыре шляпы». Значит, он брал синопсис, ну, сценарий очередного мулика, и принимал решение, стоит снимать, ну, у него там, условно говоря, там, допустим, столько-то денег, а у него на эти деньги претендуют, там, допустим, пять сценариев. Какой мультик делать? Это же надо выбрать. Вот, и он, значит, или разрабатывая идею, куда повести сюжет, он надевал, значит, он раскладывал на столе четыре шляпы роли. Потом садился на это место, одевал эту шляпу, и с одной шляпой он критиковал, разбивал в пух и прах этот сценарий. С другой шляпой он, там, не знаю, развивал персонажа или развивал, то есть, это четыре шляпы. Это вот, ему не с кем было поговорить. Если бы у него был совет директоров из этих вот этих четырех человек, он бы их приглашал бы и устраивал бы совет директоров. Но у него его не было, он был один. И секретарша, и все. Все понятно. Один. И вел бизнес, мама не горюй. Вот он себе вот так вот внутренний диалог выплескивал наружу и проговаривал его вслух. Кстати, проговаривание вслух, как метод аутотерапии, тоже метод ауторефлексии, тоже очень-очень хороший. То есть, пока говоришь, помните, как учила, как говорит математичка, дураки вы какие, семь раз вам объяснила, сама уже разобрала. Вот это же вот этот случай. Это же экстериоризация, то есть, выплескивание наружу внутреннего диалога. Вот, а третий, это то, куда мы с вами зовем людей. Там будет технология, но как бы швы будут видны для тех, кто профессионал. Но для большинства людей швы вам и не нужно знать. Вот, когда хороший пластический хирург встречает красивую женщину, он говорит, там, допустим, не знаю, Климт, допустим, она говорит, откуда вы знаете, говорит, не важно. Остальные даже шва не увидят. То есть, у гениальных пластических хирургов шва не видно. А профессиональный пластический хирург не только шов видит, он знает, кто его сделал. Потому что они все друг друга, как собаки на массиве, на районе, все друг друга знают. Понятно? Мир слишком маленький. И он такой, Климт, так говорит, да, откуда вы знаете, не важно. Я вижу, я вижу руку, я вижу, я вижу, кто ставил, кто делал надрез. Все нормально, все хорошо, операция здесь. Остальные даже шва не увидят. Вот о чем идет речь. Вот куда мы с вами зовем людей. У нас нет, у нас просто реально нет времени на то, чтобы жевать сопли. И когда надо будет, мы поведем по технологии, поведем по методике, и все будет именно только так. Ну, то есть, по протоколу. Потому что по-другому будет никак нельзя. Но если надо сделать какие-то... Слушайте, знаете... О, хотите анекдот маленький? У нас тут пара минуты. Это вот в долине, ну, в Берре, значит, там... В Калифорнии есть такая, ну, типа... Типа, если нужно сделать, там, я не помню, там... Там много... Там, зовите китайцев. Если... Ну, инженеров, китайских инженеров там. Если нужно сделать что-то предельно точное, зовите немцев там или швейцарцев. Если нужно сделать, там, я не знаю, там, красивое, зовите итальянцев там или французцев. Говорит, а если нужно сделать что-то невозможное, зовите русскому. Вот русские делают то, что не могут сделать все остальные. И это не потому, что русские лучше. Нет, русские такие же люди, как и все на земле. Просто особенности мышления определяют... У нас, славян, определяют, что мы, значит, что мы можем и что мы не можем. Ну, вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова